Здравствуйте! Я рада приветствовать жителей Песочина и Солоницевки, а также всех участников групп типичной Песочины Солоницевка Live. Вы очень активно в своих группах поднимаете насущные вопросы, пытаясь их решить. Сегодня в разгар предвыборной кампании мы собрали самые актуальные вопросы и решили их задать кандидату в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Евгения Пивоварову, которая представляет ваш 175-й округ. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, дорогие жители Песочина и Солоницевки! Что для вас самое важное, Евгений? С чего бы вы хотели начать? Я хотел бы сказать, самое важное, это, наверное, сегодня доверие. Это то доверие, которое оказал народ Украины нашему президенту некоторое время назад. Такого не было за всю историю нашего государства и такого не было за всю историю очень многих государств. Когда 80% населения однозначно поддержали президента на выборах. И на сегодняшний день мы ставим это на первое место. Это интересы людей и то доверие бесценное, которое они оказывают сегодня президенту и его команде. Как вы видите принципиальную разницу новой власти и старой власти? Не хотел бы говорить о принципиальной разнице, а хотел бы сказать об основах. Так вот, основа — это откуда идёт власть. Власть идёт от народа. В чём разница? Разница в том, что, к сожалению, так вышло многие годы, люди, у которых была власть, они не слышали народ. Они жили своей жизнью. И сегодня мы это понимаем и для себя ставим задачу на первом месте — слышать и слушать людей, понимать их проблемы, понимать их чувства и оправдывать их надежды. Вот в этом принципиальная разница. Спасибо, Евгений. В чём принципиальная разница депутата старого и нового СУЗГа? Разница следующая — это разница в ментальности людей, это разница в поколениях и разница в понимании роли депутата. На самом деле депутат должен оказывать максимальный сервис и правильный для людей. Он должен делать то, что нужно людям. На сегодняшний день мы так привыкли, что мы наших депутатов, особенно народных, видим только раз в пять лет и то на баннерах. Это неправильно. Всё, что не системно, это неправильно и не честно. Депутат должен системно работать. И не просто работать, а он должен подвергаться системе оценки тех избирателей, которые ему доверяют, представлять их интересы в Верховной Раде. И о чём мы сегодня говорим? Мы сегодня говорим о том, что первое, первое, что мы сделаем, это снимем недоторканность депутатов. Это то, что обещают очень многие поколения нашей Верховной Рады, и то, что никто не делает. Второе, мы введём принцип о том, что любого депутата можно будет отозвать от исполнения своих обязанностей, если это будет требовать громада. И третье, это доступность людям, это отчётность людям. Это не просто так, что ты отсидел там каденцию, занимаясь чем-то, а это чёткая система отчётности ежеквартальная, полугодичная, о том, какую ты работу проделал и насколько она эффективна для громады. Вот в этом разница. Спасибо огромное. Давайте перейдём к вопросам от жителей Солоницевки. У нас есть житель Солоницевки Андрей, который обратился с проблемой с перебоями воды, прорывами труб, качеством воды и так далее. Плюс на сессии постсовета будет вопрос о повышении тарифа на воду. Как можно решить этот вопрос, так как никто ничего не делает? Андрей, спасибо вам за вопрос. Я хочу сказать, что эта проблема не только вашего района, вашей селищной рады и вашего города. Этот вопрос касается всей нашей страны. К сожалению, инфраструктура государства изношена на 90%. Я не буду рассказывать и искать причины, мы их все прекрасно с вами знаем. Но скажу так, что первостепенно нужно ставить интересы людей. Как это можно сделать? У нас есть быстрые методы, есть среднесрочное планирование и дальнесрочное. Так вот на первом этапе мы уже об этом думаем и мы это отрабатываем, чтобы защитить людей от воздействия некачественной воды, мы хотим в каждом детском садике, в каждой больнице поставить за счет государственной программы фильтры. И фильтры, которые созданы в Украине. Для того, чтобы вода, которая из крана, особенно в детском садике, больнице, она отвечала стандартам международной питьевой воды. И этап номер два. Мы прекрасно с вами понимаем, что все коммуникации, которые сегодня обеспечивают Песачин, Савлоницевку, это коммуникации городские. И мы прекрасно понимаем, какие нужны сегодня финансы для того, чтобы полностью обновить эти основные фонды. Поэтому сегодня нужно думать о том, чтобы локально создавать систему водообеспечения громады. И на сегодняшний день нужно зацикливать это все на уровне громады, передавать это все на баланс громады и участвовать всей громадой в этих процессах водообеспечения. Это среднее планирование. И, конечно же, дальносрочное планирование, которое говорит о том, что должен быть генеральный план развития территории. И в этом плане нужно уже четко понимать, какие стандарты максимальные, международные мы будем задействовать для того, чтобы обеспечивать людей высоко качественной водой, а также воздухом и всеми другими экологически важными для людей аспектами. Спасибо большое за ответ. Вопрос от Игоря, жителя Песачина. Переселенка из Луганска, его мама, задержка пенсии на 10 месяцев, максимальный выезд с той территории на 2 месяца. Наверное, вопрос ваш о том, какая программа будет защиты людей временно переселенных, да? Да, верно. Этот вопрос, он не просто от Игоря, этот вопрос от миллионов людей, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за тех военных действий, о которых мы прекрасно с вами знаем. И с чем столкнулись эти люди? Эти люди, они потеряли свой дом. На их земле война. Они вынуждены были оставить все и начать новую жизнь. К сожалению, что увидели здесь эти люди за последние 5 лет? К сожалению, государство, обещая многое, абсолютно никак этим людям не помогало реально. Не было программы их обеспечить жильем. Не было программы помощи социальной, психологической. Не было программы, чтобы дать им стартовый капитал для того, чтобы люди могли обустроить здесь свою жизнь. Как дальше развивалась ситуация? Очень просто. Некоторые люди, у которых были деньги и которые смогли их вывезти, они купили здесь жилье, на этой части Украины. И они живут здесь, адаптировались. Те люди, у которых не было капиталов, к сожалению, они были вынуждены уехать либо в Европу, либо куда-либо еще в поисках работы, в поисках лучшей доли. А часть людей, они вернулись. Они вернулись, да, в ту совсем непростую жизнь. Но это там, где их дом. У них хотя бы там есть дом, хотя бы есть огород, и эти люди могут хоть как-то себя прокормить. То, чего у них и здесь не было. Это большая проблема. Это судьбы миллионов людей. И это вопрос не только Игоря, а это вопрос государственной политики и возврата того, с чего мы начали — доверие людей. Доверие людей и не просто их надежды о том, что о них на самом деле думают, а постоянные работы с именно этими людьми, которые нуждаются в этой помощи. И поэтому пенсия — это только лишь малая часть. Это унижение, когда человек должен постоянно подтверждать свой статус. Это вот тот ваш второй вопрос, который вы сказали о том, в чём разница между системой старой и между тем, о чём думаем мы. Разница принципиальна. На сегодняшний день весь государственный аппарат управления должен настраиваться на обслуживание людей, на хороший сервис, а не на то, чтобы эти бедные люди, они стояли, теряли время, приезжали эти бабушки и так далее, и просили, чтобы им подтвердили статус переселенца. Пенсия в обязательном порядке должна оплачиваться всем гражданам Украины. Территория, о которой мы говорим, Донецкая и Луганская области — это территория Украины. И все люди, которые там жили и живут, у которых есть украинский паспорт, должны получать пенсию. Это те первостепенные шаги, которые мы в обязательном порядке будем делать и находить возможности для того, чтобы обеспечить им достойную пенсию и максимальную заботу. Это то второе слово, которое государство, к сожалению, забыло. А это его основная функция — забота о людях. Забота через правильный сервис, через уважение к каждому человеку, через нормальное построение в социальных лифтах, которые есть во всём мире. Спасибо вам, Евгений, за ответ. И у нас также есть вопрос от жителя Солоницевки Андрея. Остро стоит установка светофора на Сумской трассе в районе школы. Дети не могут безопасно переходить дорогу. Абсолютно вопрос решаемый. Я думаю, что это работа местной громады, местных органов самоуправления. Единственное, что я не пойму, почему этот вопрос стоит и почему он не решается. Отвечу вам так. Поскольку этот вопрос стоит остро, решать его нужно в первую очередь. У нас есть возможности решать это всё. Только этим нужно заниматься. Это локальный вопрос, а есть системные вещи. Это построение системы «Безопасный город». Это смарт-сити. Об этом мы немножко позже, но мы расскажем об этих принципах и то, о чём мы думаем, и как нужно развивать дальше громаду. Спасибо вам огромное за ответ. Вопрос от Елены Маевской, жительницы Солоницевки. Прозорость в финансировании закладов освіти. Яки погляди, яки планы? Як забезпечить материально-техническую базу, не порушуючи законодавство? Вопрос достаточно сложный, потому что он касается всех родителей. И что на сегодняшний день мы имеем? Сегодня государство финансирует школу. Мы на сегодня рассматриваем этот вопрос, чтобы государство финансировало учеников. А критерием оценки этого были родители, которые могли сами оценивать эффективность школы, выбирать школу и участвовать в системе управления школой. Наравне с администрацией школы и наравне с учителями. Что это даст? И как это можно сделать? Прежде всего, школе нужно дать возможности статуса частной собственности. Почему? Школа — это государственный объект. Если мы говорим про государственные школы, это очень важная базовая составляющая воспитания нашего общества. Но летом школа простаивает. Простаивают помещение и так далее. Так как законодательно школа не может вести любую деятельность коммерческую, кроме как той. В принципе, школа не может вести коммерческую деятельность. Мы на сегодняшний день рассматриваем, чтобы дать школе хотя бы возможность сдавать в аренду пустующие помещения, особенно летом, для того, чтобы школа зарабатывала деньги. Когда родители ребёнка будут выбирать, в какую школу идти ребёнку, значит, школы начнут бороться за учеников. Они начнут думать о сервисе, о питании, о комфорте учеников. И мы поставим на место систему, когда мы говорим о том, что ученик — это самая большая ценность любой школы. И, конечно же, это дома учителей. Учителя должны постоянно повышать свою квалификацию. Они должны видеть, что во всём мире тенденции, направления и так далее. При администрациях всех, если мы говорим про города, то при мэриях, если мы говорим про объединённые громады, то при громадах. Мы планируем создать ресурсные центры, которые будут обеспечивать и которые будут помогать школам эффективно работать в условиях, когда школа может иметь коммерческую деятельность. И поэтому абсолютно спокойная, системная модернизация реформирования школы, которая будет комфортна как для учеников, так и для учителей, и которая позволит школам конкурировать за учеников. Вопрос от Станислава Марбаха, жителя Солоницевки. Что там насчёт газа, добываемого в Харьковской области? Слышал, его хватит с лихвой, но всю область. И цена совсем другая. Спасибо вам. Здесь нужно сказать про два аспекта. Первый — это экология. Это значит, что мы понимаем, что у нас есть новое месторождение, которое сегодня разрабатывается. Но на первое место нужно ставить защиту, безопасность людей и экологию. А по поводу газа, то, наверное, многие знают, что Шибелинка — это было, если я не ошибаюсь, пятое по запасам газа месторождение в Советском Союзе. И, конечно же, один из первых шагов нашей программы — это максимальное использование газа, добытого в Украине для потребителей, для домов. Это проблема тарифов. Мы сегодня видим, сколько стоит газ. И мы понимаем, что для людей это стало непосильной ношей. И, естественно, первые программные шаги, которые зафиксированы как в программе партии, точно так же, как и в программе меня, как кандидата от этой партии, что это максимальный перевод на использование газа внутренних резервов, которые у нас есть, для того, чтобы снизить коммунальный тариф. Спасибо большое. Вопрос от Галіни Пімановой, жительницы Саланіцевки. Питание экологии. Чи будут иниційовані зміни до экологічного законодавства, адекватный контроль за забруднением средовища, предприємства, адекватные штрафы за порушения законодавства и так далее? Вопрос экології — это вопрос жизни людей. А люди — это наивысшая ценность громады. Конечно же, отвечая на первую часть вопроса, будут ли усиливаться контроль законодательный, конечно же, да. И прежде всего мы должны сделать экологический паспорт района и посмотреть, какие особо опасные места для жизни людей в этом районе и принять комплекс мер по обеспечению и приведению этих всех норм, отвечающих международным стандартам. Второе. Это, конечно же, промышленный кластер. Мы прекрасно понимаем, что мы должны обезопасить людей от воздействия техногенных факторов. И для этого нужно сделать экологический аудит для того, чтобы проверить, насколько действующий промышленный кластер влияет на людей. И третье. В нашей программе стоит одна из самых важных задач. Это за следующие пять лет сделать комплекс мер, которые позволят увеличить среднюю продолжительность жителей района на полтора года. А это комплексные меры. И на первом месте здесь стоит экология, это воздух, это вода, это медицина, это образование. И поэтому, конечно же, все настройки законодательные, которые мы сегодня будем реализовывать, будут нацелены лишь на одно. Это улучшение уровня жизни, повышение уровня жизни и улучшение качества жизни людей. Спасибо большое за ответ. Вопрос от Олега Королько. Жители села Ницевки. Как будет развиваться культура, и какие заходы будут проводиться для покращения работы сельских клубов? Чи будет увеличено финансирование культуры и обеспечения? Вопрос очень важный, потому что культура нации – это ее идентичность. И когда мы забываем про сельский клуб, мы не просто забываем о том, что, наверное, это просто здание, но в этом здании поколение людей, которые несут идентичность нашей нации. И, естественно, это комплексная программа. Я не могу давать обещание, что мы завтра выделим финансирование, но я четко понимаю, что воспитание нации, что подтверждение идентичности нации – это культура. И сельский дом культуры является одним из базовых элементов, так как, извините, у нас настолько талантливые люди, но это нужно генерировать, это нужно передавать в общество. И, конечно же, да, это программа, это системная работа, и это возрождение такого очень важного базового центра культуры – это дом культуры каждого села. Спасибо большое. Вопрос от Артема Костецкого. Какие законопроекты планируют подавать с метою покращения бизнес-климата для малого и среднего бизнеса? Вопрос очень емкий, но нужно сказать, что сегодня мы имеем в реальности. Одна из первостепенных задач – это создание рабочих мест. И на самом деле мы прекрасно понимаем, что нужно возвращать промышленный потенциал района. Как это можно сделать? Мы все понимаем, что это климат инвестиционный в нашей стране. Мы все прекрасно понимаем, что это та законодательная база, которая гарантирует бизнесу комфортное нахождение в этой стране. Ни один инвестор сегодня не хочет инвестировать в страну, в которой есть высокие риски. Что для этого нужно сделать? Первое. Базовые простые вещи – это отделить государство и чиновника, самое важное, от бизнеса. Второе. Защитить бизнес от трейдерства и обеспечить безопасность частной собственности. Третье. Нужно поддерживать сильных. Нужно поддерживать высоко наукоемкие технологии. Почему? Они по цепочке за собой тянут целые отрасли. Приведу маленький пример. Мы встречались с руководством завода ФЭД. Это завод, который работает в авиастроении. Знаете, что только четыре президента во всем мире летают на собственных самолетах? Самолетах, которые выпускаются в их родных государствах. И Украина – одна из четырех этих стран. Наш Антонов. Так вот, одно созданное рабочее место в авиапромышленности дает дополнительно 10 рабочих мест во всей экономике. И для этого нужно делать ряд стимулов. Второе – это IT. IT-сфера. Мы прекрасно с вами понимаем, что Украина – один из лидеров в абсолютно современном направлении. Это IT-технологии, это IT-программы. И на сегодняшний день мы обеспечиваем весь мир. Но законодательной базы нет. Мы прекрасно с вами понимаем, что те, кто сталкивались, насколько сложно сегодня этим людям хотя бы обеспечить свою безопасность, свой комфорт. Для этого мы планируем программу, которая даст этим компаниям особый статус. Для чего нужен статус? Этот статус нужен, чтобы защитить и выделить особые, ну, скажем так, преференции для развития этого бизнеса. Он за собой, дальше по цепочке поднимает всю экономику страны. Поэтому сегодня мы говорим про бизнес, сегодня мы говорим про экономическую эффективность и принципиальная позиция. Каждый процесс, который на сегодняшний день государство будет реализовать во всех сферах, должен заканчиваться экономической эффективностью. Это про деньги, это про прибыль, это про благополучие людей. Нужно возрождать базовые капиталы и базовую капитализацию государства. Как это можно сделать? Это малый бизнес в каждом дворе. Это поднятие среднего и наукоемкого бизнеса. Особая точка внимания, которую сегодня мы четко идентифицируем и над которой мы сегодня работаем. Спасибо огромное, Евгений. Вопрос от жителя Солонинцевки Дмитрия Гринвальда. Вопрос по созданию ОТГ в этом году. Выход из Дергачей, способствование к объединению. Как Вы прокомментируете это? Я скажу, что я поддерживаю объединённые громады. Но на сегодняшний день формат объединения должна определять сама громада, люди, которые здесь живут. И поэтому мы должны слышать людей и выполнить их пожелания. Я поддерживаю, но люди будут определять, в каком формате они хотели бы объединённую территориальную громаду. Спасибо большое, Евгений. На этом всё. Вы дали исчерпывающие ответы. Желаем Вам удачи на выборах. Спасибо нашим дорогим жителям Песочина и Солонинцевки за Ваши вопросы, за Вашу активную позицию. И я надеюсь, что мы будем встречаться с Вами регулярно ещё много-много раз. С Вами был кандидат в народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» по 175-му избирательному округу Евгений Пивоваров.